Привет, друзья! В воле случая в этом году мы посетим Computex. Впервые надо заметить. Конечно же, личное присутствие на выставке вовсе не значит, что мы там увидим что-то большее, чего нельзя будет тут прочитать в новостях. Но есть одна важная деталь. Увидеть своими глазами и потрогать своими руками уже позволяет составить более правильное мнение о предмете обсуждения. Как вы знаете, у Intel намечается мероприятие на Computex, на которое многие возлагают надежды, что, мол, именно на нем Intel могут показать восьмиядерные процессоры для массовой платформы. Computex пройдет с 5 по 9 июня, а если верить опубликованным планам, то новый чипсет Z390 запланирован на третий квартал, а это не раньше июля. И по тем же планам восьмиядерники от Intel аж в четвертом квартале. Ну, значит что, от Computex сюрпризов можно не ждать, но я все же надеюсь, что что-то интересное там может быть. Тест на материнке Supermicro с чипсетом Z390 уже обнаружен в сети. На этот экземпляр был установлен процессор 8700T и 8700K, что говорит как минимум о совместимости уже существующих камней с грядущими материнками. Если вернуться к картинкам от Bluechips, то на них нет ничего нового. Ну, кроме, пожалуй, чипсетов от AMD. B450, который не был заявлен, AMD-шниками, они открещивались от возможности его появления. И Z490, предположительно улучшенный X470 с большим количеством линий PCI-Express. И вот вопрос, так ли нужны чипсетные линии в большом количестве платформам на Ryzen? Я уже неоднократно замечал, что те 20 выделенных линий процессора Ryzen, которые, конечно же, лучше правильнее называть системой на кристалле, можно поделить на видеокарту и NVMe-накопитель. Еще выделенная под SATA производитель материнки может развести для подключения NVMe, или же оставить как два SATA. Ну и еще, конечно же, 4 USB. Получается, что чипсетные линии могут быть вообще не нужны, поэтому их всего 8 для X370 и X470. Итого, выделенными линиями PCI-Express 3 в AMD-шных платформах решаются задачи подключения видеокарты, быстрых накопителей, USB-устройств, и из нужного остаются сети звук. А зачем тогда остальные чипсетные линии? Да просто для того, чтобы их было, ну, всего было больше SATA, USB. Ну, почему они тогда 2.0 до сих пор? Ну, все просто, потому что то, что к ним подключается, не использует скорость даже этих линий в полном объеме. А для соединения чипсета и процессора используется 4 линии 3.0. Вот поэтому я считаю, что увеличение количества линий PCI-Express не может быть для AMD, основополагающим для нового чипсета. Что-то они там должны придумать более значительное. Я напомню, что до появления Threadripper'ов и материнка под них по сети ходили схемы двух платформ 399 и 390. И вот тогда предполагалось, что 399 это двухпроцессорное решение, а 390 для одного процессора. Но по факту вышло, что 399 вообще единственный чипсет для Threadripper'ов, а 390 нет вообще. Но там был индекс X, а тут Z, вовсе не свойственный современному AMD. Будет обидно, если это просто игрище с Intel, чтобы снова первыми занять позицию следующей заменой для Z390. Но будем надеяться, что это не так. А Intel помимо чипсетов расширяет модельный ряд своих оптейнов. Вышла модель 905P, которая как и 900P выпускается в двух форматах. PCI-Express карточки и подключение U2. Тот вариант, что U2 имеет теперь радиатор на своей верхней крышке. А максимальный объем PCI-Express варианта возрос почти до терабайта. Intel крепко взялись за свои оптейны и объемы больше будут, и цены рано или поздно снизятся. А чтобы люди не боялись сейчас, оптейны предлагают составить других продуктов в комплекте с процессорами, в виде предустановленных модулей на материнские платы. Правда, это кэширующее решение. Если у вас есть SSD, то толку от такого кэширующего решения будет немного. Только в синтетике для демонстрации превосходства. И быть может, Intel пойдут дальше и встроят таки свои чипы памяти в будущие чипсеты на одной или плате через высокоскоростной мост или разнесут. Но это в духе компании. Меж тем, новые сообщения об уязвимостях процессоров Intel вновь на всех новостных сайтах. Только фактически это не новые уязвимости, а новые варианты эксплуатации старых. Но для каждой из них теперь нужно придумать свою заплатку. Вновь самые простые и опасные совершаются с виртуалок для доступа к хосту. И как и прежде, это все еще сложный метод для совершения атак на персональные ПК, для получения контроля над которыми существуют более простые и действенные методы. Microsoft, судя по всему, сделает за всех софтверные исправления и на этом борьба с уязвимостями закончится. Ну и перед тем, как перейдем к второй части ролика, я хочу напомнить о том, что по подбор комплектующих для вашего ПК и не только комплектующих, а вообще любой технике можно доверить Е-каталогу. При выборе ноутбука, например, можно даже посмотреть насколько он производителен в играх и сравнить с другими вариантами. Доступно несколько вариантов сортировки предложения, а на странице товара можно посмотреть видеообзоры о выбранном изделии. Ссылки в описании. Новые технологии появляются ровно тогда, когда они нужны. Это не чудо. Компания увидела потребности и что-то изобрела. Ну или все понимали, что нужно, но реализовать не могли, потому что необходимых для этого технологий еще не существовало. Их сначала нужно было тоже изобрести. Многие из новых технологий, как и десятки и сотни решений, которые уже разработаны и ждут своего часа, пылятся в секретных архивах крупных корпораций. Инженеры разрабатывают их, что-то патентуется, а в час нужды предъявляется миру. В прошлом году Хуанг объявил, что сделать кристалл больше, чем у Вольта, физически нельзя. Ну, можно перейти на 7 нанометров, разместить еще больше транзисторов на кристалле, ну, того же размера. Однако, как вы понимаете, зарождающемуся SkyNet нужны более мощные чипы и больше еще более мощных чипов. И вы помните, что в NVIDIA уже говорили о многослойных чипах. Это был концепт, а теперь он начинает воплощаться в кремнии. TSMC уже доказали, что это возможно, но получается все это очень недешево. И выход пригодной продукции небольшой. И TSMC работает вот как раз над этим. Идея не нова. AMD использует сейчас подобную систему, но не друг на друге, а рядом. Есть тут и свои проблемы, а вот с бутербродом, с таким, будут проблемы немного другого характера. Энергопотребление и охлаждение из которых, ну, наверное, самое значимое. Поэтому это будущее наверняка не близкое, но продиктовано природой. Я вот тоже сначала рос вверх, а потом раз-то и начал расти вширь, потому что вверх достиг предела. Ну, а TSMC, напомню, строит фабрику для производства 3-х нанометровых чипов. Уже год как строит. А в этом году мы должны увидеть 5-нанометровый техпроцесс от них. Быть может, в смартфонах. Ну, а оперативная память DDR5 уже существует. Пока только для тестов, но, вероятнее всего, уже в следующем году начнутся продажи. Сначала для серверов, и в планах к 22-му году на этот стандарт, ну, должно перейти большинство систем. Модули подрастут в объеме. Начальная частота 4400 МГц, планируемый предел, который можно, впрочем, и отодвинуть, наверное, 6400 МГц. В тестовом образце на чипах Micron установлены тайминги CL42, и напряжение в новом стандарте будет снижено до 1,1 вольта. Теперь о дне сегодняшнем. Я раздобыл три ноутбука. Два на Ryzen, один на аналогичном Intel. И в ближайшее время будут заниматься ими. Мы с Ильей заметили, что на сегодня на рынке нет доступных ноутбуков на мобильных Ryzen. Доступные все еще на А8, А10, А12, в то время как 4-ядерные Intel 8-го поколения можно найти примерно за 30 тысяч рублей. 2700 U, 2500 U, все как на подбор в ноутбуках другого класса, и доступных действительно не хватает. Минимум 58 тысяч рублей за устройство. Быть может, их место займут какие-то еще не анонсированные 2100. Не так давно раскопали данные, в которых угадываются не существующие еще процессоры. Может, их вообще решили не выпускать. Такое тоже может быть. Но с AMD-шными системами именно на Ryzen Mobile. Ну, прям какая-то беда. Какие-то ниши вообще не заняты. Те, что есть, дорогие и все ультрабуки. Да и потом выработалась уже привычка, что ноут лучше на Intel. Ну вот и посмотрим, насколько это справедливо сегодня. Господа, мы ищущим везде продажность. В этом сравнении будет где разгуляться. Я уже вижу, как они мечутся между Hewlett-Packard, Acer, Intel и AMD. Ну, просто рай. А на сегодня все. Пока.